Когда мы выбирали портфель, нам понравился рисунок, цвет, объем, что там много разных отделов, то есть вообще очень в этом плане удобно, комфортно, под ключи разные брелки. Цена меня немного смещала. Наш портфель обошелся в 5000 рублей с лишним. И это только портфель. В обмундировании первоклассника обязательная школьная форма, спортивная одежда и канцелярия. Собрать все это, говорит мама будущей ученицы, настоящий квест. Многое хочется, да, заколочки, украшения и так далее. Но основное это, конечно же, форма. И форма вверх это рубашечки какие-то, то есть разных оттенков светлых. По поводу нарядов еще это платья, сарафаны, брючки, юбочки. Ну, у нас сильно ограничений нет. Цены даже касательно мелочей разнятся от магазина к магазину. Так в одном из них мы подсчитали самый бюджетный набор к уроку рисования. Альбом, кисти, карандаши, фломастеры и акварельные краски. Итого уже 400 рублей. Что касается одежды, то блузка на Лере обошлась родителям в 1300 рублей. Сарафан в полторы, а туфли в 1700 рублей. Итого 3,5 тысячи. Спортивная форма одна из бюджетных в 1000 рублей. Все вместе 4,5 тысячи. И если сюда же добавить стоимость рюкзака, получается добрая десятка. Что же говорить тогда о семье, например, с тремя детьми? Дети, в принципе, уже на сегодняшний день в школу собраны. Уходило у нас где-то, ну, в нашей семье 10-15 тысяч. Ну, в зависимости от нужна ли обувь, да, там. У нас некоторые вещи передаются, да, допустим, там те же сарафаны. К слову, многодетным семьям государство помогает собрать детей в школу. Так, для подготовки первоклассника предусмотрена единовременная выплата в размере 7,5 тысяч рублей. На ребенка постарше 5 тысяч. В крае также действует акция «Соберем детей в школу», где помощь могут получить семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. А что касается родителей, у которых один или два ребенка, то им, пожалуй, придется рассчитывать только на свои силы и кошелек. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.